Ну что, помните этого человека? Помните этого панцирного парня? Он же больше не панцирный, ну ладно. Пускай у него пока что дадим ему возможность. Ну что, продолжаем играть во второй Dark Souls из ниоткуда буквально-таки. Вот раз... Ну что поменяется? Я не буду... Как бы так сказать... Чинуть кота за хвост, я буду играть примерно в таком же темпе, в котором играю я. Типа... Ну... Как бы сказать. Может сказать, что первые две серии были пробные по своей сути. То есть они были ничем умны, кроме как проявлением как бы так сказать интереса в области летсплеев. Поэтому сейчас мы будем играть так вот прям по-серьезу. Последнее, на чем я остановился, насколько мне помнится, это лес древних гигантов. Было там два чувака, значит. Рыцарь и гигант. Так что давайте я сразу использую человечность, чтобы восстановить себе здоровье, чтобы я не был с минимальным здоровьем. И сразу же пойдем посмотрим, вспомним ситуацию. Может, я от него уже отхватил? Ну, если это так, это грустно, конечно. Если это не так, то... Ну, что ж... Да, похоже на то. Вещи залутаны, а предметов нет. Судя по всему, я прочно так от него отхватил. Так что... Придется мне сейчас кое-как проходить целиком дальше. У нас пацаны с полуторными мечами. Их можно, в принципе, заигнорить. А потом, как у меня есть, и необходимо, чтобы забирать вещи отсюда. Угу, угу, угу. Тут у нас ловушка обычно. Да. Титан. Титаникус. Тут у нас камень фор... Я же... У меня было такое ощущение, что я подобрался. Ну, ладно. В таком случае я не смогу открыть, пока у меня не будет камня фороса. Фороса. Особенного предмета. Который работает как ключ для вот таких вот дверей. А они мне сейчас нагреют. Классно. Прекрасно. Так, ну хорошо, хорошо. Ничего такого. Я вот тут спорю, я вроде человек, а раз есть человек, то может быть ко мне кто-то доторгнется. В таком случае играть станет немножко веселее. Ведь отторжение это всегда махач с другим игроком. Так. Йоху-йоху. За стамилию не слежу. О, короче, тут есть прикол, вот здесь вот конкретно. Но это работает только в версии учреждения первородного греха. То есть Dark Souls 2 Сот ФС. Вот видите, вот этот прямый арбалет, он на водкой стреляет вот в те бочки. В оригинальном издании игры этих бочек там не было, но если в этой версии игры выстрелить по ним из арбалета, то они взорвутся и вынесут всех пацанов, которые находятся там. Их там, конечно, не сильно много, но при этом они загораживают путь. И поэтому это, можно сказать, спидранерский приемчик. Так, а, крылатый копьё. Крылатый копьё я не хочу. Крылатый копьё. Так, тут у нас пацаны бьют тело гиганта. Об этом мы узнаем потом. Так уже ближе к концу игры. Так. Вообще, чисто гипотетически можно сказать, что я прохожу... Ну как? Что я прохожу для себя? Я переигрываю Dark Souls 2 раз, наверное, в 2 года или где-то так. Потому что это одна из моих любимых игр RPG. Может, она не очень хорошая в плане игр Dark Souls, но при этом она очень хорошая в плане RPG. Ну и хардкорных RPG. Плюс у неё можно очень долго играть. Опа! Репост сделали. Ну... Надо было покроить, нибудь. Репост это такая неприятная штука, когда человека парирует будь то моб или другой игрок. И если правильно встать, то можно нанести критическую атаку, которая где-то в полтора раз больше урона наносит. Иногда в два. В зависимости от оружия. Так, у меня уже закончились скилки. Я бы по-хорошему возвращаться назад. Так, давайте подойдём к Пейту добродушному. Очень хорошая причина, я припрохожу игру. Ну да, ты же NPC? Пейт. Сокровище. Бандиты, говоришь? Спрятано сокровище, но дверь закроется за спиной. Бывает. У меня хилки только одноразовые, поэтому я не трепещу желанием отправить сюда сломя голову. Я же не рискую жизнью. Кажется, когда наш удар и понимаете. поэтому да. Ага. Так, я вот не уверен. Тут я... а тут меня не было, кстати, что, блин. Жёстко. так, а у нас лежит алибарда, приятное оружие, такое тут у нас мазь помог это но к сожалению там черепахер стоит один из мутантов ниндзя черепашек блин давно я дорог со стороны уже не играл совсем играть разучился нас белый щит больший самоцвет щитами я кстати не пользуюсь обычно то есть я пытался проходить разок у меня была по моему игра с башними щитами но они тяжелые прям сильно тяжелый и на самом деле бесполезный лучше уворачиваться от ударов и потом просто и таким образом сократить как бы растраты на уровень на прокачку выносливости и так далее поэтому у да так у нас уже все исследовано и тут вроде тоже хотя я не уверен ходил ли я до конца здесь нет не ходил окей туда такая типа мини локация под локация который целую кучу пацанов если быть неосторожным то они нагнуть могут что у меня есть длинный меч или полутора полуторный меч насчет билдов кстати типа кем он будет я немножко вдохновлен можете заметить по шлему шлем кого-то начинает и поэтому мне нужно найти очень специфичный меч который лежит в кое-каком месте чтобы добраться мне нужно еще пройти достаточно я бы сказал поэтому полуторный меч я пока что прокачивать не буду оставлю все весь титанит до лучших времен может голым ходить так не время рассуждать сейчас утрен за счетом блокирует окей нормально хорошо идем заодно посмотрим что у нас там с параметрами силами окей мне надо силы побольше для того меча как тут и все подобрал тут значит прыжок осторожно здесь у нас татарата к сожалению для новых игроков конечно это будет опасно но для новых игроков еще вот этот парень будет опасным так замечтался кейл картограф ну вот проклятие да особняк незаконно говоришь ну карта дранглик карту да ключ да все спасибо странные звуки какие все он повторно говорит ну что один из симптомов проклятие в мире dark souls это потеря памяти если кто-то играл в первую часть или хотя в 3 по моему от этого не было в третью часть в первую часть именно если играть там было очень много персонажей которые забывали кто они есть и прочее из-за работы проклятие проклятие само по себе давайте минутку лора устроим само по себе появилась из-за людей но она как бы в нем в них и находилась всегда она просто как бы открылась из-за жадности людей ну вот и проблема проклятие в том что если ты делаешь то что тебе нравится но ты в принципе можешь сохранить человеческий облик облик достаточно долго то есть если ты занимаешься тем что как бы что является важной составляющей тебя и прочее но если ты вдруг каким-то образом будешь остановлен на своем пути или ты встречаешься с неостановимой силой с недвижимым объектом и дальше же идти нельзя ты как бы начинаешь попадать под воздействие проклятия то есть проклятие это манифестация этого безысходность поэтому нужно всегда идти вперед такие дела поэтому сейчас мы идем на ну технически вторую стычку с боксом точнее первую стычку со вторым боссом но по факту это вот первый босс игры которого встречаешь в обычной прогрессии а потом мне придется встретиться с первым боссом повторно и и и и и и